В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и от Татьяны Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В состав преступной группы входил начальник отдела коммунальной структуры, его подчиненный, главный специалист отдела и руководитель частной фирмы. Крышевал дело депутат городского совета. Заключение договора на подрядные работы, подписание акта об их исполнении и перечисление бюджетных средств оценивали в 10% от суммы контракта. В данном случае сумма взятки за выполнение заказа на 11 объектах составила 125 тысяч гривен. Деньги получали по частям и разными способами. Вместе с чиновниками и депутатом к ответственности привлекается и бизнесмен-взяткодатель. Иллюзия свободного рынка, как в Одессе, придумали тариф на вывоз мусора. В своем журналистском расследовании одесский журналист Ярослав Берендаков рассказал, зачем одесситам повышают тарифы на эту услугу и кому это выгодно. Наверное, каждый из одесситов обратил внимание, что такой ненужный в нашем хозяйстве мусор обходится нам с вами все дороже и дороже. Даже если оставить в стороне качество услуги по вывозу мусора, переполненные контейнеры с гниющим плюсовую температуру содержимым, которые не вывозятся неделями, то совсем непонятно на основании чего нам подняли тариф на этот вид услуг. И так сейчас в среднем каждый из нас платит за вывоз отходов 17 гривен. Издание «Избирком» опубликовало на своих страницах расследование одесского журналиста Ярослава Берендакова, в котором автор попытался объяснить, откуда берутся тарифные расчеты. И так, цитируем. Компания по вывозу мусора выполняет работы с разной себестоимостью и рентабельностью, но при этом новый тариф получили одинаковый для всех. Наибольшую выгоду из него извлекает самая крупная компания Одессы – «Союз», занимающая, ко всему прочему, монопольное положение по захоронению твердых бытовых отходов. Так существует ли в Одессе свободный рынок услуг по вывозу мусора или все сводится к договорникам между бизнесом и городской властью? Главный принцип, на что я изначально обратил внимание и что доказывает выдвинутый тезис о том, что нет свободного рынка вывоза мусора, а есть вот закрытый клуб, где договариваются вручную между всеми пяти компаниями, которые занимаются вывозом мусора, и мэрией. Почему? Потому что я запросил дополнительную информацию с Департамента экономического развития Горсовета. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, сколько тратится топлива, которое занимает львиную долю расходов, сколько работают часов мусоровоза и сколько всего часов работает. И получается, что по всем этим параметрам союз, у него себестоимость, выходит ниже, чем у четырех остальных компаний. При этом тариф получили одинаковый. Как пишет в своем расследовании журналист, одесская мэрия перед общественными слушаниями о повышении тарифа на вывоз мусора опубликовала на своем сайте калькуляции пяти компаний, которые работают на территории Одессы. Понять обоснованность повышения тарифов из этих расчетов трудно, так как предложенная общественности калькуляция носила поверхностный характер. Вот как она выглядела в данной калькуляции. В частности, отсутствовали такие статьи затрат, как общее количество часов работы за год, количество часов работы мусоровозов, расходы на топливо и остальные нескольких десятков расходов. Данную информацию пришлось получать в Департаменте экономического развития Одесского гурсовета. Сам тариф на вывоз мусора складывается из трех составляющих. Сбор отходов, их вывоз и захоронение. Когда расщепляешь по каждому виду, по каждой составляющей в тарифе на вывоз мусора, то есть, допустим, мы смотрим отдельно, сколько каждая компания мусоровозящая в Одессе просит за сбор мусора. И там получается, ну, все настолько нелогично, то есть, Союз просит чуть больше, чем маленькие компании. Другая компания, ТВ-Серус, которая в два раза меньше собирает мусора, чем Союз, попросила самый высокий тариф. Смотришь вторую составляющую тарифа на вывоз мусора, там Союз наоборот просит чуть ли не больше всех, там он на втором или на третьем месте находится. Он по вывозу мусора, Союз делит вторую строчку вместе с Одесском Монтранс. При этом вывоз мусора, самая маленькая, вернее, небольшая компания Эко-Ренессанс попросила больше всех. То есть, ну, где логика? Вообще-то, чем больше компания, чем больше она, у нее штат сотрудников, машин, чем больше она закупает топливо, тем дешевле цена на все. Ну, то есть, это оптовый принцип, да, получается, вот если так проще, говорится, на пальцах объяснять. При этом, если ты раскладываешь эти тарифы составляющие отдельно сбор, отдельно вывоз, ты видишь, что, ну, он вообще нелогичен. Более того, есть такая милая составляющая данных тарифов, как помыв контейнера и мусоровывозящие машины. И для многих из нас это настоящее открытие, потому как грязная жижа, покрывающая и машины, и контейнеры, почему-то никуда не девается. Если резюмировать окончательно, становится понятно, никто на мусорном рынке порядок наводить и не собирается, потому что это он для нас мусор, для господ из мэрии и самих компаний это золотое дно. От такой кормушки никто из них не откажется. Спустя год после трагедии в детском лагере «Виктория», унесшем жизнь троих детей, на скамье подсудимых оказались всего три фигуранта. Среди них директор и заместитель директора лагеря. Накануне в Киевском районном суде Одессы состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого директор Виктории Петров Саркисян заявил, что в данном деле замешаны высокопоставленные люди. Год прошел с момента трагической гибели трех девочек в лагере «Виктория». За все это время титаническими, в кавычках, усилиями правоохранителей на скамье подсудимых оказались всего три человека, имеющих отношение к данной трагедии. Инспектор по пожарной безопасности, заместитель директора лагеря, признавший свою вину в поделке финансовых документов и обязавшийся вернуть 120 тысяч гривен, и, собственно, сам директор лагеря. Как сообщает телеканал НТН, на состоявшемся накануне заседании суда обвиняемый Петр Саркисян заявил, что не знал, что за документы подписывал, поскольку полностью доверял своему заместителю, который, в свою очередь, объяснял о махинации с зарплатными ведомостями тем, что персонал лагеря получает слишком маленькие зарплаты. Работая практически 24 часа, у них заработная плата была 2500 гривен. Ну, кто бы из вас на эту заработную плату поработал бы 8 часов? Тут, конечно, сразу хочется всплакнуть от жалости к работникам лагеря. Впрочем, если вспомнить, в каком количестве махинаций были замешаны все, начиная от руководства лагеря до руководства города при строительстве и введении в эксплуатацию Виктории, что, в свою очередь, и повлекло за собой трагедию смерть трех девочек, вся жалость куда-то улетучивается. Ну, просто потому, что нельзя зарабатывать на жизнях детей. С другой стороны, вызывает возмущение не тот факт, что директор лагеря признает свою частичную вину в случившемся, а то, что он единственный руководящий работник, который оказался на скамье подсудимых. Причем, понятное дело, что многочисленные махинации, коррупционные схемы, имевшие место быть при проектировании, строительстве и эксплуатации лагеря, явно происходили не только и не столько благодаря ему. На судебном заседании, как передает НТН, Саркисян слегка намекнул на неких высокопоставленных чиновников, замешанных в данном деле. Столько высокопоставленных людей в этом замешаны. Ну, нашли меня. Что ж, вряд ли директор лагеря подписывал документы, не приходя в сознание. С другой стороны, почему даже находясь на скамье подсудимых, он не спешит называть фамилии этих самых высокопоставленных господ? Чего, а вернее, кого он боится? И здесь не надо быть семипядью во лбу, чтобы понять, что замешано в этом деле все руководство города. Начальник профильного управления, курировавшего строительство и вод в эксплуатацию лагеря, профильный зам Итруханова и сам городской голова, устроившего свою пиар-кампанию на Виктории. И пока сам голова обвиняет журналистов, говорит, что он ни при чем. Все наглая ложь и провокации. Несчастные родители, оставшиеся один на один со своим горем, продолжают находить останки своих погибших детей. Родители с помощью независимых экспертов, а вовсе не правоохранительные органы. Как стало известно, передает НТН, независимые эксперты обнаружили часть позвоночника одной из девочек, погибшей при пожаре, который год, год пролежал под открытым небом. И только за это всем причастным к трагедии гореть в аду. 21 сентября в Приморском суде Одессы состоялось два судебных заседания. Первое – по иску адвоката Вадима Аксюты к Одесскому городскому совету о признании незаконным договора аренды земли СОО «Аркадия Сити». А второе – по делу о захвате аэродрома «Школьный». Первое судебное заседание слушалось по иску Вадима Аксюты о признании недействительным решения Одесского городского совета, а именно признание недействительным договор аренды земли и обязательстве не совершать препятствия ИСЦУ в безвозмездном проезде путем демонтажа шлагбауна, который ограничивает свободное движение машин по улицам Генуэзской и Каманина. Как считает Вадим Аксюта, а сейчас он еще и член территориальной общины, наша нынешняя власть позволяет себе принимать решения, которыми фактически передает в аренду подконтрольным себе коммерческим структурам земельные участки, в данном случае улицу Генуэзскую, которая переходит в улицу Каманина, которые находятся в общественном пользовании. Сьогодні Одесская міськая рада и представник не смог ответить, какой же такой объект транспортной инфраструктуры находится на земельной дылянке. Боялся правдиво сказать, что через данную земельную дылянку проходит в улица Генуэзская, что прямо выплывает из технической документации, делает выглядеть, что он не специалист, но для этого специалистов не нужно быть, нужно знать просто материалы справи и быть честным перед громадой, перед судом. Как отметил Вадим Аксюта, сегодня мы платим за проезд по дороге, завтра мы будем платить за воздух, а что будет дальше? Если ты не платишь, на тебя чиниться тиск про то, что ты смешен заплатить, а если ты не заплатишь, то я сподіваюсь, суд продемонстрирует в видеозапис, тебе побьют за 20 гривен. Сегодня нас будут бить за 20 гривен за право проезда по улице, в частности, на меня напад. Завтра нас будут бить про то, что мы должны платить за дыхание киснем, а завтра я не знаю, за что мы будем платить. Можливо, как сказал Павел Труханов, что вы видели, что куповали в Аркадии, то не скигрит и не скажется. Второе судебное разбирательство по делу аэродрома «Одесса-школьный». Исты считают, что своими действиями власть Одессы наносит материальный ущерб не только вооруженным силам Украины, но и несет угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины, поскольку данный аэропорт – чуть ли не единственный функционирующий аэродром в Одесском регионе в непосредственной близости к государственной границе с Приднестровьем. Исты считаю, как на мою думку, тем, что грабанянин Украины, позивач я, на одному боці, тобто разом з Міністерством оборони, представниками військових частини, тобто КЕЧ, борется разом з владой и приватной компанией. Оце дуже цікаво. Тобто, з одного боку, представник громади Одессы і Міністерство оборони, і, відповідно, представники військових, відомств, військових установ. А з іншого боку, міська рада, міська влада, наша злочинна, як я вважаю, як на мою думку, разом з приватной структурою. Во время судебного заседання ИСЦОМ було подано ходатайство об істребовании такого документа, как техніческий отчет по інвентаризации. Это документ, в котором определены границы аэродрома Одесса-Школьный. Он был сформирован в 2006-2007 годах в пяти экземплярах. Ми виявили, що з п'яти примирників, які були на той час, залишився лише один, якимось чином. Він знаходиться в інституті, який розробляв, і ми, відповідно, хочемо його за допомогою суду витребувати, бо нам його не надають на запити, і дослідити в судовому засіданні. Це підтвердить ті аргументи, що аэродром давно вже сформований, землі, на яких він розташований, це землі державної власності, міська рада, вирішуючи питання про їх виділення під забудовою, немає на це жодного права. І сьогодні ми заявили таке клопотання, суду выдався, щоб вирішити його. Следя за действиями і решеннями Горсовета, непонятно, на чьо благо він работает. Возможно, наш, в кавычках, заботливий городской голова таким образом испытывает одеситов на прочность і виспитывает в них силу духа і борьби. Или же проверяет, як далеко готовы йдти одеситы і відстаивати інтереси своєго родного, любимого города. Акцію протеста провели хочуть замінити на частну в Одеському, Черноморському і Ізмаїльському портах. Сотрудники охраны видят в таких действиях нарушення своєго конституційного права на труд. Якоби це буде економія денежних средств, качество обслуживання буде лучше. Для всіх понятно, що це не економія средств. На ком економіють? На контролерах, які, извините, виконують роботу за троих, тому що багато сокращено. Один контролер за троих може виконувати. Об'єм роботи большой. Це не просто сторожа, які там где-то поля охороняли. І получають в місяц, контролер получає. Це от 5 до 7 тисяч гривень. Понятно, що частні охранники за 5-7 тисяч работать не стануть. А сотрудники господарської охрани з многолетнім опитом можуть остатися на вулиці. К тому же, по мнению професіоналів, смена системи охрани создаст условия для роста преступності. Им не важливо, як тут буде охоронять этот порт, як будуть проходити ці грузи. Им главное, щоб денег капали тільки в їхній карман, т.е. в частній карман. І, естественно, тут пойдет, і наркота пойдет через порт. Що воно може проходити, по команде, без всяких документів, без нічого. Одесіты выступили первими. Іх поддержали інші портові. В конечному счете, реформа портової охрани коснется всіх портов. Ми приїхали сюди, підтримували. Требування наші остались те же самі. Отмена тендеров. І хотімо, щоб нас відставили в покій, щоб ми всі работали. Профсоюз работників охрани Одесського порта обратився в суд с иском против администрації морських портов. Як считають портовіки, до решення суда тендер проводиться не должен. Во время чотирьох предыдущих мітінгов представители администрації морських портов України не вийшли к участникам акції. На цей раз іниціативна група добилась встречи с руководством ведомства. Чиновникам передали требования сотрудників служби охрани. Ответ був вполне предсказуєм. Данна процедура проводиться чітко з дотриманням вимог чиновного законодавства, закону України про морські порти України. Значит, нами було наказом голови створено робочу групу, яка вивчила всі ризики, значить, яка вивчила всі плюси, всі мінуси, які, значить, будуть після проведення даної процедури. І, відповідно, було надано доручення голови на проведення вказаній процедури в трьох філлях. Як видно із выступленья представителей администрації, высоке начальство не збирається відказуватися від своїх планов. Ніхакого діалога немає, нічого не рішається. Нам непонятна судьба наших людей. Як вони будуть, що з ними далі буде. Я здерживаю їх, але я, всіх міг, їх не здержу. Тому доведіть, пожалуйста, доведіть всю обеспокоєнність трудового коллектива, руководителю профсоюзу, о том, що здесь будуть радикальні вже якісь методи. Потім вже тут буде милиція, будуть тут пакувати когось, ну, 200 чоловік здорових мужиків пакувати в представліці центра Одеси. Це буде... Ну, зачем нам це? Нужно признать, що лідер профсоюзной організації, служби портової охраны, совершенно прав. Разжигання конфлікта приведет к ще більшій дестабілізації і так напряженні соціальні обстановки. Хорошо, якщо в адміністрації морських портів України услышат предупреждення і сделають виводи. Александр Виноградов, Денис Вітліченко, телекомпания «Круг». Утром 21 сентября в центре города було совершено розбойне нападення на работників компанії, осуществляющее обслуживання терминалів пополнення мобільной связи. В ході нападення злоумішленники применили огнестрельное оружие, в результате чого двоє пострадавших получили ранення. Для затримання зловмисників в дію був введений оперативний план «Сирена», а після встановлення фактичних даних про нападників – грім. Під час розшуку було проведено масштабну поліцейську спецоперацію, до якої були задійні всі сили та засоби правоохоронців. Територія перебування зловмисників була оточена, в повітрі працювали квадрокоптери, які проводили аеророзвідку. В результаті злагоджених дій працівники поліції затримали осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєні даного злочину. На даний час проводяться додаткові слідчі оперативні заходи. Наш випуск новостей подошел к концу. Далі інформація о синоптиків о погоді. Я напоминаю, що новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Якщо ви стали свидетелями резонансних событий, інформируйте наших журналистів. Обо всім важному і інтересному сообщайте в редакцію по номеру телефона 34 00 76. Отличних вам выходних! Всего самого лучшого! Берегите себя і своїх близких! Увидимся! Субтитрувальниця Оля Шор